Доброе утро! Сегодня 9 июня отмечается Международный день архивов. Праздник был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Канаде. В связи с этим сегодня в нашей студии гостят Наталья Николаевна Малышева, первый заместитель директора Национального архива Республики Саха-Якутия, и Екатерина Анатольевна Сергеенко, начальника отдела информационных услуг Национального архива Республики. Доброе утро! Здравствуйте! Поздравляем вас с такой знаменитой коммерцией. Да, конечно же, с профессиональным праздником вас. С какого времени день архивов отмечается в нашей республике? С какого года? Ну, Международный день архива в нашей республике отмечается, когда и был принят этот день, 9 июня. День был выбран в честь того, что именно 9 июня 1948 года под эгидой ЮНЕСКО был создан Международный совет архивов. Это большая профессиональная организация международного уровня, которая занимается сохранением, развитием и использованием мирового архивного наследия. И наша страна и наша республика, в частности, полностью следует заветам этого учреждения. А какова история нашего национального архива и основная деятельность? Значит, наш национальный архив был создан в декабре 1920 года, когда был создан губернский архив на основе документов архива Якутского областного управления, сохранявшихся еще с царских времен. Постепенно туда входили документы, которые привозили с улусов, улусных и народных управ, пополнялись затем документами советских органов власти. Так что нашему архиву в 2020 году будет уже 100 лет. Наверняка работа сотрудника архива интересна. Ведь это же какие-то документы, издания, которым очень много лет. Правда ли это так? Очень ответственная, мне кажется. И в то же время ответственная работа. На самом деле мы архивисты, конечно, считаем, что наша профессия уникальна. Во-первых, мы работаем, вот уже сказали, что есть Международный совет архивистов, и есть Международный этический кодекс архивистов. Он тоже был принят, ну, скажем, относительно недавно, в Пекине, в сентябре 1996 года, Генеральной ассамблеей Международного совета архивов. И тут прямо все расписано. Самый основной постулат такой же, как и, возможно, у медиков-то. Не навреди, не навреди документам. Сохрани эти документы, передай их для будущих поколений. Поэтому вот мы гордимся тем, что в нашем архиве хранятся документы начиная с 1649 года. Поэтому вот мы совсем недавно съездили на научно-методический совет архивных учреждений Дальневосточного округа. И нам там по-хорошему завидуют, потому что вот на Дальнем Востоке, естественно, наш архив считается самым старинным, самым богатым и самым, скажем так, с документом, который вот 17 века. Поэтому мы этим очень гордимся и тем, что работаем именно в Национальном архиве республики, в самом главном архиве нашей республики. И хочу сказать, что вот в принципе комментарии вот этого этического кодекса на самом деле вот это как бы вот базисное, то, что вот архивисты должны делать и архивисты просто обязаны исполнять. Это вот хочу сказать, что есть еще всеобщая декларация по архивам, принятая на 36-й генеральной конференции ЮНЕСКО в 11-м году в городе Париже. Тут уже прописано, да, с какой целью мы работаем и вот обязуемся действовать совместно для того, чтобы каждое государство ввело политику и законы, касающиеся архивов, и обеспечило надлежащее их исполнение. А управление архивами получило должный статус и осуществляло всеми частными и государственными организациями, то есть вот хранили документы и передавали, да, на хранение. И выделялись достаточные ресурсы для надлежащего управления архивами, включая наемную работу квалифицированных специалистов. Ну и естественно-то управление архивами и их сохранение, да, и чтобы архивы были доступны для всех при условии соблюдения, опять-таки, соответствующих законов и прав создателей. То есть обязательно ознакомиться? Да, конечно. И вот эти вот, и эта декларация, и этический кодек архивистов для нас это, ну, скажем так, то, что мы работаем, и как мы работаем, и что мы делаем. Сегодня наверняка много мероприятий планируется, коротко. Ну, на самом деле так. Сегодня, на самом деле, вообще впервые вот молодые наши архивисты, молодое, скажем так, поколение архивистов решило провести на более таком широком уровне. И будет проведен, во-первых, в субботу архивный квест. Будет начало в 11 часов. Сборная Кирова 14. Приглашаются все желающие. И сегодня, значит, пройдут мероприятия, тоже посвященные этому дню. Это будут дни открытых дверей национального архива по Дзержинского 41, на Кирова 14. Ну, начиная с 10.30 мы принимаем. В 10 часов и в 15 часов будет проведена экскурсия на Дзержинского 41. А весь день, значит, специалисты будут принимать посетителей. Екатерина Анатольевна, давайте поздравим все-таки, да, с профессиональным своих коллег. Да, поздравляю всех архивистов нашей республики с нашим праздником. И желаю, чтобы профессиональный успех всем нам способствовал, чтобы мы развивали все свои навыки и работали в нашей сфере еще долгие годы. Спасибо вам, уважаемые гости. Мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Присоединяемся к сказанным словам. Продолжение следует...